Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Вайшлах начинается с того, что Яков возвращается обратно к себе на родину. И здесь я хотел затронуть два момента из нашей недельной главы сегодняшней. Первое, то что Яков, когда возвращается, он посылает на встречу с Эйсавом ангелов специально, чтобы они узнали, насколько Эйсав готов встретиться с ним, как с братом, получив ответ, что Эйсав идет на встречу с ним, и с ним идет 400 человек для того, чтобы воевать с ним, что он не ведет себя как брат, у Якова возникает опасение. То есть Яков первый раз, когда Тора говорит, что Яков испугался, воира Яков мыло, то есть испугался Яков сильно. То есть Яков испугался встречи с Эйсавом, и это неудивительно, что он испугался встречи с таким страшным грешником, который был у него на пороге, потому что сам Эйсав, он по сути своей разбойник, по сути своей, он знает, с кем он идет на встречу, и поэтому понимает, что встречи не будет из приятных, и поэтому он испугался. Также второй вещь, которая связана, есть прямая связь именно с вот этим моментом в Торе, о котором мы говорим, и вторая вещь это то, что когда Яков уже идет непосредственно на встречу, он переходит через реку, и потом вспоминает о двух вещах, которые остались на другой стороне реки, он возвращается за двумя этими вещами, тут начинается битва у него вместе с ангелом Эйсава, и в конечном итоге ангел Эйсава дает ему имя Исраэль. Итак, начнем с того, что в Торе есть история о двух людях, двух наших праведников, которые пишут, что они боялись, что они испугались. Вот, на самом деле, если мы посмотрим, что такое страх, у страха это природное чувство, которое Всевышний нам дал, которое должно нас от чего-то защищать, то есть страх нас от чего-то защищает, то есть мы боимся там каких-то действий, совершения, потому что иначе мы можем сделать ошибки, и бесстрашный человек, он, как правило, это неумный человек, это, как правило, дурак, человек, который не боится ничего, когда идет в атаку, то есть он должен опасаться, мы не скажем, что это слово, давайте назовем, не боится, но опасаться он должен, он должен понимать, с кем и чем он занимается, тем более, как мы сказали, Яков сильно опасался Эйсава, потому что мы знаем, кто он такой, и вот он идет навстречу к этому Эйсаву, вот он идет на сражение, пишется, он испугался. Второй человек, который испугался, мы знаем, это был Маше Робейну, никто иной, как сам Маше Робейну, два случая, о которых Тора говорит, и Тора говорит, что это как бы, объясняет, как бы, ну, минус, скажем, для праведников, это поведение не очень правильное, понятно, что это не грех, но это не очень правильное поведение. Где Маше испугался? Маше испугался в тот момент, когда, если вы припомните, что он убивает египтянина, который бьет еврея, он убивает его именем Всевышнего, на следующее утро он встречает того же еврея, которого он спас, который ссорится с другим евреем, это целая история, мы не будем вдаваться в подробности нее, но он сказал, кто поставил тебя, чтобы судить нас, да, и не убьешь ли ты меня, как убил вчера того египтянина, и он сказал, раз евреи так уже ведут себя, то это будет, может услышать фараон, и тогда мне не добровать за то, что я убил египтянина. И пишется, как только он это сказал, и услышал фараон как раз вот эти вот вещи, то есть, что это пошло как бы взаимосвязь вместе с тем, что он испугался и услышал фараон. Где еще он испугался? Он испугался встречи с Огом, Огом царя Башана, откуда мы знаем, что он испугался, потому что сам Всевышний говорит не бойся, кому Всевышний говорит не бойся, человеку, который страшится. То есть, вот такие два случая, которые мы разобрали, когда нашим праотцам действительно было страшновато, скажем, и для того, чтобы это понять, то есть мы в результате видим, что обернулось это очень страшным, поэтому Рэба всегда говорит, думай хорошо, будет хорошо, что наши страхи, они могут обернуться против нас как бы тем, что они воплотятся. И поэтому всегда Рэба просит, чтобы мы думали хорошо, что это влияет, это меняет природу. Как это меняет природу, сейчас мы разберем подробно. Ну, сначала мы задаем понятный вопрос, почему Яаков боится, если у него есть личное обещание Всевышнего, не бойся, я буду с тобой. То есть, возвращайся в дом своих родителей, не бойся, я буду с тобой. Если сам Всевышний дал обещание Яакову, чтобы он не боялся, да, так почему Яаков должен бояться, как ему, как ему. Ну, то есть, ладно, Маше у него не было обещания, а у Яакова было напрямую обещание. Не бояться Всевышнего, не бояться Исаава, то есть, иди, возвращайся, все будет хорошо. И что Яаков говорит? Яаков говорит, как говорит настоящий человек, правильный человек. Он говорит, что он не уверен в себе. Что значит, не уверен в себе до конца? Он говорит о том, что катаньте Миколя Хасадим. То есть, он говорит такую фразу. Я мал по сравнению с тем, что Всевышний уже для меня сделал. То есть, Всевышний столько для меня сделал, что возможно, что все эти благословения, что весь этот Хасад я уже получил. Известная вещь, которую объясняют наши мудрецы, что в Роша Шана человеку постановляется, сколько он получит добра. Да, то есть, это Хасад, который у него уготовлен наверх. И в течение года он спускает этот Хасад. И он может этот Хасад спустить первый день, может весь год, а может вообще, не дай бог, не спустить. И когда он спускает весь Хасад, то, может быть, уже не осталось, он исчерпал возможность. Поэтому наши мудрецы постановили молитву Шмана Исра, 18 благословений, которые обязательны для каждого человека, потому что там перечисляются все необходимые нужды. Когда ты помолился молитву Шмана Исра, дальше проси, может, у тебя там кредит наверху такой, что тебе хватит не только на себя, но и на других тоже, а может не хватит. Поэтому, попросив детей, может, тебе не хватит денег. Попросив работу, может, тебе не хватит на детей там и так далее. То есть, есть взаимосвязь. То есть, бывает, что у тебя, как говорит Тора, хэсет митсумцам, ограниченный хэсет. Ну, дали тебе ограниченное, и ты должен куда-то это потратить. Как если это с деньгами, взять пример, или на квартиру, или на машину, или на семью. То есть, ты должен определиться, потому что не хватит и туда, и туда, и туда. И поэтому Яков и боится, что те, он говорит, я ведь только пришел с палкой, перешел с посохом Иордан, да, то есть, я пришел, перешел с посохом, а куда я вернулся? Я вернулся, вот у меня там и скот, и все, вот такое большое, громаднейшее имущество, да. Я перехожу с этим, а тут, ну, не получилось. Да, то есть, это такая опасность, которую он боится. И вторая вещь, он понимает, что у него есть за что бояться. Когда человек боится, когда у него действительно есть за что бояться. И за что есть бояться Якову? У Якова есть опасение, что 34 года он не выполнял почитание от своей матери. Когда он ушел в Харан, у него не было возможности выполнить заповедь почитания от своей матери. Мы знаем, что Эйсов это очень заповедь, хорошо выполнял. И поэтому у него есть опасение, что в заслугу Эйсова, что он выполнял эту заповедь, Он сможет его победить, сможет причинить ему какой-то вред, что есть у него какой-то ущерб, какой-то недостаток. Мы знаем, за что мы получаем свои проблемы и за самих себя. И поэтому он ищет в самом себе, в первую очередь, что может повлиять на то, что, не дай бог, он неправильно поведет себя, то есть неправильно получит какое-то наказание. И еще одна вещь, которую он отвечает, то есть он говорит, вторая вещь, которая у него есть, вторая проблема, которую он видит, и мы говорили об этой проблеме, чтобы мы объясняли, несмотря на то, что это на самом деле не проблема, но тем не менее недостаток остается, факт остается фактом. Помните, как в том анекдоте говорит, Мойша, когда вы от нас ушли, у нас пропали серебряные ложечки. Он говорит, мы их, конечно, нашли через неделю, но осадок остался. То есть, конечно, он взял двух жен, но осадок остался. Что же значит, осадок остался? Осадок в том, что он нарушил заповедь Торы, которой он еще не было даровано. То есть, мы объясняли, почему он нарушен, объяснили, почему он так сделал. Но, тем не менее, у него есть непосредственная проблема. И он боится, что за эти проблемы, которые у него есть, он получит наказание. И это наказание вылится в тем, что он пострадает от Исава. То есть, мы объяснили, что его все страхи были объяснимы и очень понятны, на первый взгляд. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, почему наши мудрецы говорят, и не только мудрецы Тора говорят, что это в минус Якову, что он неправильно себя вел, потому что мы увидим, как он исправляет эту боязнь дальше из того факта, о котором мы сказали, о помине имени, который он получает благодаря тому, что он борется с ангелом Исаава. Итак, почему же все-таки нельзя бояться, ведь если есть причины для страха, как мы сказали, а вот попросту, потому что объясняется в книге Тания, что человек, который, пример, как человек, который сердится на другого человека за то, что с ним что-то произошло, что человек с ним поступил некрасиво, он как будто бы совершает грех идолопоклонства. Почему? Как будто бы совершает грех идолопоклонства. Потому что он верит, что именно тот человек является причиной, по которой он получил то ли иную проблему. То есть мы иногда видим, что на работе кто-то пошел, наябедничал, или сделал какой-то там, наоборот, нас оклеветал, или еще что-то. И мы думаем, если бы не этот человек, я бы был там очень правильным человеком. Или кто-то сказал нам что-то плохое, испортил нам репутацию, еще что-то, еще что-то. И мы говорим, вот этот человек, это тот, кто является проблемой. И Тора говорит такое поведение, что если он злится на кого-то, что он как будто бы переступает грех идолопоклонства. Так говорит Алтареба. Почему? Потому что он не верит в Ахашкаха-прати, то есть то, что Всевышний управляет этим миром. Что значит не верит, что он управляет этим миром? То есть он верит, что то, что с ним произошло, есть стечение обстоятельств, и это зависит конкретно от человека. Нет, то, что Всевышний ему послал данную проблему, данное испытание, он думает, что это зависит от человека. И поэтому это неправильное поведение. Почему неправильное поведение? Даже если Иаков понимает, что он поступил и сделал где-то ошибку, ему нечего бояться. Почему нечего бояться? Потому что в результате все идет от Всевышнего. В результате Всевышний дает то, что он дает, и поэтому ты не должен бояться. Ты можешь волноваться, конечно, но не бояться. То есть что значит волноваться? Мы объясним, что волнение должно быть с ожиданием чего-то возвышенного. Сейчас мы к этому придем конкретно. Но когда человек боится, то есть он не доверяет как бы Всевышнему, он должен довериться Всевышнему. И когда он по-настоящему доверяется Всевышнему, и у него есть доверие Всевышнему, Всевышний может для него изменить даже порядок вещей. Раз, скажем, к примеру, человеку говорят, что не дай бог он больной, он должен умереть, и человек говорит, а я все равно буду верить во Всевышнего, что у меня все хорошо, что я не умру. И тогда Всевышний может действительно послать ему выздоровление, потому что его вера, она действительно может вылечить человека. То есть что настоящая вера может поменять ситуацию и положение вещей. Но если ситуация, не дай бог, не меняется, то это значит, что Всевышний это посылает по своей задумке для добра. Как сказал Раби Акива, мы известны истории с Раби Акива, когда все, что не творится, делается для добра. Помните, когда Раби Акива пытался попасть в город, его не пустили в город, у него был петух, петуха там загрызли, там был осел, он тоже там убежал, или что-то с ним случилось. Была свеча, свеча тоже показывала, потом наутро он проснулся, он увидел, что весь город сожжен, потому что туда вошли преступники, все, он говорит, если бы петух не закричал, меня бы увидели, если бы осел тоже узнали, свечка меня тоже бы заметили, короче, в результате бы я бы так или иначе погиб. Но благодаря тому, что произошло, это к добру. То есть иногда, к сожалению, для того, чтобы нас исправить, нам надо, чтобы была какая-то проблема. Эта проблема, нас исправляя, приводит нас к более совершенному положению. Мы становимся более совершенными людьми, мы исправляем свои проблемы и все. То есть если ты накосячил, не дай богу, если ты думаешь, что ты сделал какие-то проблемы или не выполнил проблемы, то то, что к тебе приходит, это тоже от Всевышнего. Да, и поэтому, когда ты идешь на встречу с Исаомом, вообще кто он такой? Он вообще сам, как говорят, очень интересная фраза, что у Гоев нету свободы выбора. Что значит нету свободы выбора? То есть они не могут сделать что-то тебе плохое, если Всевышний этого не хочет. У еврея есть свобода выбора. А у нееврея нету, то есть в этом отношении. У нееврея есть свобода выбора относительно семь заповедей Нока. Это очень большая свобода выбора на самом деле. Но сделать тебе плохое только Бог может решить. Сделать тебе плохое или нет? Конечно, если человек может тогда сказать, я тебе сделаю плохое, и тогда я тебе сделал плохое, это не я сделал Бог. Да, это сделал Бог. Но у тебя есть свобода выбора, сделать это или не сделать. И в тот момент, когда ты берешь и выполняешь то, что Бог даже хочет, то это не освобождает тебя от греха, который Бог говорит тебе не делает. То есть, если ты взял и убил человека, ты скажешь, ну, это Бог хотел, да, то есть, может, Бог и хотел, скорее всего, да, но твоя ответственность за это не снимается, то есть, ты не имел права это делать, то есть, ты пошел против Бога. И поэтому, как бы, ты должен понимать, и поэтому, когда Иаков шел навстречу, понятно, что я могу вообще считаться с Исавом, кто он и кто Иаков, кто Исав. Иаков должен был верить Всевышний со мной, эти боли он мне обещал, да, и даже если что-то случится, это к добру, поэтому нечего мне не бояться. И мы видим, что самый такой пример наглядный, кто это был, это раби Акива, это был Гамзул и Тава, мы знаем много таких историй, которые были в нашей Торе, и рассказывается об этом, да, но, как я и обещал нам, что мы должны перейти все-таки к связи, которая произошла, и почему Иаков, как он исправил то, что произошло. Кстати, я забыл сказать, что Иаков как раз возвращается к своему отцу после того, как у него рождается Исав, а Исав пишется, что он выполнил заповедь почитания родителей, то есть, его рождение уже принесло в мир исправление то, что не мог выполнить Иаков, почитание родителей. Поэтому Иаков, как только рождается Исав, уже может вернуться, Всевышний говорит, ты можешь вернуться на родину. Где мы это видим? Мы это видим впоследствии, что когда отец посылает Исав, Исав не отказывается, даже когда это влечет в большой опасности для того, чтобы выполнить заповедь почитания родителей. Если мы уже заговорили о Исэфе, то мы должны сказать, что когда Иосифа продают в рабство, и он спускается, то по дороге у него есть караван, который идет, и Исэ видит то, что там был запах, запах благовоний, что именно арабы, бедуины, которые везли благовония обычно, не возят благовония, что это был знак от Всевышнего, потому что это была душа праведника, и она бы страдала сильно от запаха. Вот, это первый там знак он видит, везде, где он находится, знаки от Всевышнего, Всевышний посылает ему маленькие знаки. Но мы сейчас не будем говорить о этих знаках, мы говорим больше, что когда братья приходят к Исэфу, и он им раскрывается как брат, и они понимают, что они совершили что-то страшное, он им говорит, вы идите в дороге, не обсуждайте, кто виноват, потому что вы думаете, что вы меня сюда сослали, на самом деле ничего подобного Всевышний сослал меня сюда. Да, именно он послал меня сюда, именно он и есть хозяин, тот, кто меня сюда посылает, а не вы. То есть вы оказались палкой в руках Всевышнего. Да, у вас есть ответственность, как мы говорим, они долго это исправляли, но он говорит, это не вы, на самом деле это Всевышний эту задумку выполнил. Как пишется в наших мудрецах, что если бы Исэф не оказался в Египте и не смог так подняться, то евреи бы спустили в Египет в кандалах, потому что это была задумка Всевышнего, чтобы они оказались в рабстве, и потом вышли из рабства и получили Тору. Но это отдельная тема, это уже кабала. Но мы возвращаемся к нашим страхам. Помните, как в том анекдоте, когда муж звонит за жене и говорит, Сарочка, начинай нервничать подробности при встрече. Да, то есть мы это видим, да. То есть мы евреи вообще по натуре всегда беспокоимся, мы евреи по натуре всегда волнуемся. Да, то есть он такой народ. И это большая проблема, то есть у меня проблема, у других людей проблема, потому что в нашей крови всегда волноваться, потому что мы знаем, что что-то есть. И тем более мы знаем, что Всевышний с нас строго спрашивает, и поэтому мы тоже как бы волнуемся, где мы там не накосячили или еще что-то. Постоянно есть какие-то волнения. Но как сделать, чтобы наши волнения и что мы учим в нашей голове перешли наоборот? Как мы сказали, кроме того, что надо думать хорошо и будет хорошо, у нас есть еще вторая история, которая рассказывается, еще одна история, которая рассказывается в нашей недельной главе. Яков возвращается за маленькими сосудами, которые он оставил на той стороне. То есть он переправлялся с одной стороны на другую сторону, и вот в конце он возвращается, и как бы тут с ним происходит стычка, и пишется, с кем стычка? С ангелом Исава. Вот, чем заканчивается стычка? Очень интересно, что ангел Исава, когда он его побеждает, уже собирается уходить, потому что он говорит, отпусти меня, потому что взошло солнце, и мне надо идти ко Всевышнему благословлять его, да, то есть воспевать его. То есть он ему говорит, не отпущу, пока ты меня не благословишь. И тут спрашивается вопрос, зачем Якову нужно благословение ангела Исава, когда у него есть свое благословение? И каким благословением благословляет его ангел? Ангел говорит, теперь имя твое будет не Яков, а Исраэль. Да, то есть имя твое будет не Яков, а Исраэль. Во-первых, давайте вообще вернемся, зачем Яков возвращался? Яков, выходя из Харана, мы уже говорили это в предыдущих лекциях, понимает, что все, что у него есть, все, что он спускался в Харан, он выполнял задачу, ради которой мама его туда посылает сразу. Как только он забрал благословение у Исава, которое могло по ошибке достаться Исаву, он говорит о том, что он должен наш материальный мир поднимать в святости. Куда он идет? В Харан. В Харане он поднимает материальный мир святости. Я забыл это сказать на прошлом уроке, что пишется, что он напоил скот, и слово напоил можно перевернуть, как будто бы он не напоил, а поцеловал скот. То есть, приближаясь к этой материи, он увидел, насколько она божественная, насколько она может подняться в святость. Так как все существование Якова было поднять к святости, то он не мог допустить, чтобы даже маленькие вещи, которые остались на той стороне, они достались бы другой стороне этого мира. Потому что в каждой вещи есть потенциал. Будет другой урок, мы еще с вами поговорим, почему мы вообще так относимся бережно к вещам, почему мы такие экономные, и нас евреев называют экономные. Это как раз это качество Якова, который говорит, что если есть какая-то вещь, которую Всевышний нам дал, мы должны поднять ее в святость, мы не можем ее просто так выкинуть, забыть и все. Он был миллионером по тем временам. Зачем он возвращался к этим маленьким вещам? Потому что эти маленькие вещи, которые он забыл, и являются большими вещами, из этих мелочей складывается вся вещь. И поэтому ангел не мог к нему поступиться. Почему не мог к нему поступиться ангел Исава? Потому что все, что он делал, он выполнял благословение, которое он забрал у Исава, которое могло достаться к Исаву. И ангел искал, с чем бы божевиться, когда еврей не выполняет то, ради чего он спускается в этот мир. И он может так, чтобы эти божественные вещи, простые вещи, которые могут быть божественными, не дай Бог спустились в небожественность, в противоположность божественности. И поэтому Яков возвращается за этими плохим. И тогда ангел, если бы он не вернулся в плохим, так ангел бы получил силы. Но он видит, что он возвращается за этим плохим, за этими маленькими сосудами, и ангел не хочет их отдать. Вот он вступает в битву, потому что здесь Яков не отпускает у ангела ничего. И здесь идет битва не на жизнь, а на смерть. И когда ангел, он его хватает и говорит, благослови меня, тут он говорит, раз ты обращаешься ко мне, то есть это я утрирую немножко, говорю, благослови, значит ты действительно получаешь имя Исраэль. Что такое имя Исраэль? Сейчас мы объясним подробно. Итак, кто первый дает Якову имя Исраэль? Не сам Всевышний. Всевышний потом это укрепляет. Всевышний потом говорит, будешь ты Исраэль. А кто дает первый? Ангел. Ангел дает ему имя, теперь ты будешь называться помине Исраэль. То есть прямой перед Богом. Мало ли, что Яков не теряет свое предыдущее имя, в отличие от Авраама, который при помине имени терял свое имя. То есть он был Абрам, стал Абрагам, была Сара и стала Сара. То есть мы видим, что есть изменение имя здесь, ангел добавляет ему. Почему? Потому что Яков понимал, что встреча с ангелом, встреча с трудностью, встреча со страхом, на самом деле это Эдгар. Что значит Эдгар? Это трамплин для того, чтобы достичь чего-то более. То есть те трудности, которые с нами происходят, эти трудности, эти неприятности, эти на первый взгляд страшные вещи существуют для того, чтобы нас больше закалить, нас больше поднять на более высокую ступень. Как мы говорили, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это известная фраза, которая есть. И получается это таки да. Что значит таки да? Что каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то страхом или с какой-то проблемой или еще что-то, если мы смотрим на нее как проблема, тогда действительно она может превратиться в проблему. Но если мы смотрим на нее как на тренировку, то есть что такое тренировка? Тренировка, ты смотришь, смогу ли я поднять, не смогу ли я поднять. Ты сомневаешься, да? Но ты смотришь, что это тренировка. Ты понимаешь, что это всего лишь для чего? Для того, чтобы ты смог быть сильнее. Для того, чтобы ты смог сделать еще что-то. И поэтому Яаков видит, что встреча его с ангелом Исава, который пошел против него воевать, который выглядел как проблема и даже повредил ему гиду ножа, даже повредил ему седалищный нерв, он видит, что это для того, чтобы он чему-то научился и стал на более высокую ступень, поэтому он говорит, а теперь благослови меня. Он говорит, раз так ты подходишь к проблеме, раз ты видишь, что нужно тебя благословить, и раз ты можешь получить благословение, видишь, что с трудностей получается благословение, тогда ты действительно удостоен благословения, чтобы ты назывался Исраэль. И мы уже говорили, что такое имя Исраэль прямой перед Богом, то есть ты идешь прямо перед Богом, потому что все, что к тебе приходит, приходит от Всевышнего. Ты понимаешь, что любая вещь, которая спускается, даже я, который спустился, пришел для того, чтобы на самом деле тебя благословить. Как Пурим, мы напиваемся, то есть ты из степени Пурим должен пить Аделоида, пока мы не будем не различать между благословением Мардыха и проклят Аман. Почему для нас важно это, не различать благословением Мардыха и проклят Аман? Потому что когда в конечном итоге мы понимаем, что все плохое, все хорошее вышло тоже из плохого. Не было бы Амана, не было бы благословением Мардыха. Если бы Аман не сделал нам эту проблему, мы бы не смогли подняться к святости, не смогли получить праздник Пурим, не смогли так духовно возвыситься после большого падения. То есть мы видим, что все, на первый взгляд, падения или все трудности являются определенным видом закаливания нас, как людей, как личности. И после этого мы становимся на более высокую ступень. И когда мы чего-то действительно добиваемся, когда мы добиваемся с трудностями, мы действительно это больше ценим. Как говорил любаяческий Рэбе, он хотел, чтобы люди одевали тферин, прибывали мезузы, но он хотел, чтобы что-то за это платили. Почему платили? Когда человек за это платит, он чувствует большую ценность этой вещи. Когда мы за это платим своим опытом, опыт это вещь, который незабываемый, опыт это вещь, которую невозможно потерять. Мы сейчас будем... Помните, когда мы говорили недавно о освобождении Рэба Раяца из тюрьмы, когда он сказал, что он бы не променял каждую минуту, которую он там находился. Если бы мне предложили купить, я бы не продал. Но если бы мне предложили хотя бы на минуту позже, я бы не согласился. То есть он страдал, выстрадал, но это страдание привели его к такой возвышенной ступени, которая не может быть больше и выше в этом мире. Тут я вспомнил еще одну тоже вещь, что у страха тоже есть конечная сторона. Помните, каждый чего-то боится в этом мире. Но если мы, как в этом помните, анекдоте, когда круговорот страха в природе. Что есть мышка боится жука, да, то есть жук боится мышки, когда мышка приходит, жук боится мышки. Мышка боится кошки, потому что кошка ходится, кошка боится собаки, собака боится хозяина дома, мужа, муж боится жены, а жена боится паука или жука. То есть как бы круговорот страха, то есть оно вернулось, да. Ну ладно, это мы говорим о том, что когда мы видим, что эти страхи у нас постоянно могут присутствовать, но когда мы говорим, что все, что у нас происходит, все равно к тому, чтобы в результате было добро, тогда нам становится на душе очень весело. Тогда у нас есть волнение. Волнение перед следующим этапом. Да, есть волнение, потому что этот этап сложный, нам надо пройти правильно то, что с нами происходит, но это уже не страх. Волнение это всегда вещь, которая присутствует для того, чтобы преодолеть больший этап. Еще одна вещь, которую я хотел рассказать в нашей недельной горе, опять связана с именами. Мы еще поговорим не раз о именах, мы еще будем говорить второй раз о имени Исраэль, что такое прямое перед Богом, мы уже говорили об этом. Но у нас есть еще одна история страшная, когда Рахель умирает при родах, и она просит, чтобы имя ребенка, которого было, было Бен-Они. То есть Бен-Они это сын, Они это трагедии, Сонни это ОНЕН, слово ОНЕН от слова траура, сын беды, который возник со мной, то есть сочетание беды, с одной стороны. С другой стороны, слово ОНЕН на иврите, она двоякая. Вот как раз здесь мы говорим, что оно с одной стороны говорит о печали, о грусти, о трагедии, о ходе. С другой стороны, она говорит, как Яаков говорит Рувену, а та решит ОНИ, то есть ты начаток моих сил. То есть ОНИ, оно также называется сила. То есть два противоположных значения, на первый взгляд. Одно это противоположная силия, это когда кто-то оставляет наш мир, когда кто-то уходит. Другое это другое. И что говорит Яаков? Яаков очень интересно, первый раз, когда он начинает спорить с нашими праматерями. То есть он всем разрешил давать имена, то есть он никогда не умешивался, как они называли его. Это очень удивительно, что во всей главе нашей предыдущей именно матери дает имя. А именно своей жене перед смертью, которая просит выполнить волю и назвать его так, он его не звал Бен ОНИ, он его звал Бен Ямин. И слово Бен Ямин, оно имеет тот же самый корень, те же самые значения, но обозначает по-другому. Он его звал, как мать хотела, только он вложил в его имя совсем другое. Не то, что ты теперь сын сирота, чтобы она ему напоминала о трагедиях, а наоборот. Он ему вложил Бен Ямин, чтобы ты был сын именно нового подъема сил, то есть что эти все испытания, то что произошли, они должны были придать тебе силы. Именно поэтому, именно он является родоначальником, как мы знаем, то есть именно на его территории стоит храм. Но не важно. Мы говорим о том, что, то есть, не то, что на его территории, извините, в нашем уроке мы говорим о том, что им имя, которое он дает, тоже Яков дает очень большую силу. Он говорит, посмотрите, о чем я говорю. Я ему даю имя, что те трудности, которые он перешел, дали ему силы. То есть он продолжает. То есть он показывает, что не сын грусти, не сын о ней траура, а сын то, что выросло после траура. Что то, что твоя мама, и то, что ты рос один при мне, и любимый сын, оно даст тебе больше сил. Так мы должны подходить к нашей жизни, понятно. И понятно, что тяжело убежать от волнений. Понятно, тяжело убежать от страха своего. Но если мы будем бояться, то мы никогда не двинемся вперед. Потому что именно страх тот, кто мешает нам двигаться вперед. И прежде чем закончить свой урок, я хотел рассказать очень интересную историю. Я думаю, вам будет интересно ее услышать, что была одна семья, у которого ребенку требовалась срочная операция по пересадке костного мозга. И вот ему требовалась операция по пересадке костного мозга, но нигде не могли найти донора, подходящим костным мозгом, который подошел бы к этому человеку. И группа людей не хотела отчаиваться, они усиленно искали этот костный мозг, они там давали объявления, они занимались, они создали целую группу, которая должна была заниматься поиском для него костного мозга. И они попробовали все варианты, все, кроме того, там работала одна девушка, которая очень много для этого сделала, но она очень боялась крови, и она не делала себе анализ на костный мозг. И как вы уже чувствуете, что в результате, когда не нашли нигде костного мозга, она сказала, ну я последний вариант, я должна перебороть в себе этот страх, я должна попробовать сдать этот костный мозг. И она сдала этот костный мозг и выяснил, что она как раз была та девушка, которой костный мозг подошел. А этот парень учился тогда до этого на адвоката, он был очень известный в семье, и вот когда действительно ему сделали эту пересадку, он остался живой, он открывает организацию, которая занимается именно поиском доноров, пересадки костного мозга и все остальное. И он говорит, чтобы эта организация возникла благодаря страху одной девушки, которая смогла его преодолеть. И когда мы по-настоящему преодолеваем наши страхи, то мы поднимаемся на необыкновенные высоты. И для того, чтобы у нас этого даже страха не было, мы должны повороть в себе это чувство страха и сказать, что все все равно будет к добру, и поэтому мы уверены, что Всевышний даст нам хорошо. И поэтому давайте быть уверены, что Всевышний пошлет нам самое лучшее, что эта эпидемия пройдет, что это все, что это вот будет, что у нас будет здоровье, будет порноса, будет все благословение. Всем желаю всего самого-самого лучшего.